Врача-психиатра Доктора Джорджа Горбатова Сегодня у нас 29 августа 2024 года Ну а я, доктор Джордж Горбатов, вот провожу стрим Спонтанно, хотя небольшое объявление сделал и здесь, и в телеграмме Так, и чего там просят ссылку на стрим в телеграмме Сейчас дадим Вот, пока два человека уже есть Сейчас, секундочку, сейчас я дам ссылку на стрим Так, ну всё А теперь будем, вернёмся на YouTube Ну вот так вот Администратор, мой сын, дал старику, отцу ещё работу Мало того, что три платформы Амбулатория, YouTube, ещё теперь и телеграм прибавился Ну вот так, ну что делать? Да, и вот это всегда плохо, когда идёт Когда идёт расширение, это всегда начало конца предприятия Так, хорошо Пока нет, пока три человека, четыре, пока вопросов нет Вот Пока вопросов нет Ну посмотрим, посмотрим Не то дал Не ту ссылку дал А где эта ссылка? Чёрт я знаю Не ту ссылку дал Так, ладно, бог с ним Вопросов пока нет Вопросов пока нет Ссылка неправильная Это студия Наверное, надо Сейчас мы иначе сделаем Ссылочку Пока даю ссылку Для этих, телеграма Так, прямые трансляции Это не то Удаляем Сейчас найдём Ура! Кто-то пишет ура Так, сейчас Вспоминание Контент Трансляция Да Где же эта трансляция? Где её? В эфире В эфире А где искать? Чёрт я Не знаю В общем Это на ютубе Надо искать Это я говорю Для телеграмщиков Не знаю Я и тут не могу найти её Где она А этот Стрим Где он идёт? Где эта Ссылка? Чёп ссылку Да Да Ютуб и ком Сейчас Доктор Сейчас я напишу Иначе Попроще Доктор Всё Что мог То и дал Для людей С телеграма Так Ну а теперь Перехожу Теперь перехожу На Теперь перехожу Сюда Но вопросов нет Пока Девять Десять уже Десять Одновременных Просмотров Девять Число зрителей А вот Екатерина Малыш Добрый вечер Доктор Как работает Подсознание Артур Ну вы такие Вопросы Задаете Милый мой Как работает Вы знаете Какая это тема Как работает Подсознание А вот Подсознание Работает так Вы когда идёте Да Вы же не думаете Куда ноги Ставить Вот вы идёте И с кем-то Разговариваете Вы же не фиксируетесь Своё сознание На том Что вы идёте Вот это и есть Это контролирует Подсознание Ваши ноги Обходят Вот Понимаете Препятствия И так далее И так далее А сознание Занято разговором Вот вам Двух словах Примеры Вот вам Двух словах Примеры Сознание Занято Беседой Сознание Или мыслями Какими-то А вы себе Идёте Понимаете Вот Идёте И подсознание Фиксирует Всё что вокруг Вас Происходит В том числе И ноги ваши Передвигаются Вот В том числе И поднимаете Их Чтоб не споткнуться О препятствия Вот это работа Подсознание Или предсознание Так Хорошо Екатерина Малышева Всё-таки Нашли Да Не знаю Как вы Нашли Вот Сложно Так Ну вопросов Не Уже Десять человек Вопросов Не Ну давайте Артур Хотя бы Вы уже Пишите Сейчас Можно Артур Это человек Который Всегда Знаете Как говорится Наш Пострел Везде Поспел Он Оживляет Оживляет Ну Скажем так В стриме Он Занимает Его посты Занимают Чуть ли не Половину Всех постов Вот Ну а сейчас Как раз Артур И можно было Вам писать Но вы Не пишите Вот вам Пример Я предвел Вот что Такое Подсознаю Вообще Это такая Тема Огромная Что Понимаете В двух Словах Не Скажем так Не сможешь Объяснить И привести Примеры Или Например Да Вот вы Скажем так Читаете Да Читаете И одновременно О чем-то Думаете Вот я Например Читаю Зачитываю Какую-то Работу Какого-то Автора Вот Какого-то Автора И одновременно Засыпаю Бывает Когда Скучная Работа Когда Уже поздно Когда Я Устал Понимаете Вот это И есть Подсознание Сознание Начинает Дремать А я Продолжаю Читать Значит Кто Руководит Этим Чтением Уже Конечно Без Внимания Без Фиксации Вот И так Далее И так Далее Это Вот как Раз В этот Момент Поскольку Сознание Уже Заторможено Немножко Вот И так Далее И так Далее Значит Подсознание Заставляет Язык Работать Вот Это Оно И Есть Так Екатерина Малышева Как Вы Относите К такому Виду Терапии Как Символа Драма Когда Она Символа Символа Драма Это Что Парено Да Там Морено Да Морено Или Или Что Это Я Вообще Не знаю Что Это За Символа Драма Вы Знаете Сейчас Столько Этих Методов Символа Драма Не знаю Я Я знаю Что Вот Морено Морено Вот Это Американец Да Вот Он Во время Войны Значит Вот Может Быть Это Оно Есть Вы Знаете Екатерина Ну у вас же тревога Он ни черта вам не даст Абсолютно Вам надо Принимать Медикаменты И все И никакой Психотерапии Вам не надо Понимаете Вот и все Вот так вот Могу вам сказать Тем более Там Символа Драма Вот Гештальт Там Всякие Вы понимаете Каждая Психотерапия Имеет Какое-то Своё Значит Показание А не так Значит Просто Вот Вы понимаете Конечно Врачи Проводящие Они кого угодно Возьмут Почему Это непорядочность Но вы сами Понимаете Когда Скажем так Да Иначе Есть такая Когда Нужна Входит в дверь То любовь Вылетает в окно Так и тут Когда Скажем так Скажем так Все занято Где же Щебить Этого пациента Чтобы заработать Немного Это порядочность Естественно Вылетает В окно Вот и Все Не знаю Сомневаюсь Что символ Драма Или символа Драма Или символ Драма Не знаю Что она вам Поможет А вообще Что это Такое Что это Такое Значит Конкретно Я могу Только По Вашему Названию Символы Символы Чего Ну Вы же поймите Это Вообще Я вам хочу Сказать Что скорее всего Это игрушка Вот Игрушка Игрушка Символа Драма Символа Драма Понимаете Даже Марена Вот Марена Сделала Это А на самом Деле Это Катарзис Понимаете Простое Латинское Слово Катарзис Переработка Отреагирования Нет Начинает Значит Символа Драма Помарена И пошло Поехало Нет Чтобы назвать Понятным Языком Нет Понимаете Для того Чтобы Произвести Впечатление Но Символа Драма Боже мой Драма Понимаете Драма Драма Это Всегда Интересует Драма Понимаете Какой К чертовой Матери Драма Называется Катарзис Значит Переработка Освобождение Отреагирование Вот Кастрация Этого Патологического Скажем так Комплекса Его Энергии Его силы Значит Кастра-то Удаляет Машонку И что И все И все Это Становится Вялый Толстый Вот такой Малоактивный Человек Вот так же И Скажем так Перенесенная Психотравма Так Михаил Валтышев Здравствуйте Доктор Моя Сноха Тратит Деньги На вещи Берет Кредиты Потом Не может Рассчитаться Снова Берет Чтобы Рассчитаться С долгами Продала Машину А живет Как будто У нее Нет Долгов Ну Это Конечно Вы Понимаете Это Либо Импульсивность Вот Понимаете Мне трудно Диагноз Я поставить Не могу Это Импульсивность То есть Ваша Сноха Она Не может Контролировать Свои Эти импульсы Которые Возникают Вы знаете Вот Пиромания Да Пиромания У человека Вдруг возникает Даже Не так Пиромания А вот Клептомания Значит Приходит Богатая Значит Дама Да Которая Имеет Столько Денег Что она Может Вообще Купить Все Содержимое Или Содержание Этого Магазина Нет Это ей Не надо У нее Возникает Импульс Понимаете Вот Навязчивый Навязчивый Импульс Вот Надо Украсть Вот Такую Там Маленькую Значит Булавочку Которая Стоит Там Я не знаю Гроши Которые Ей бы Наверное Ей подарили Если бы Она Попросила Или Пришла В рубище Вот Ей надо Украсть Она Не может Она Понимает Чем Это Опасно Что Это Будут Проблемы Если Ее Поймают И так Далее И тому Подобное Она Не может Устоять Она Идет И Крадет Эту Штучку Все По Тоже Самое У Вашей Она Она Не Сумасшедшая Вы Понимаете Одно Дело Если Человек Не Вменяем Его Не Понимаешь Она Все Прекрасно Понимает Но Она Не Может Контролировать Этот Возникший Скажем Так Импульс Купить Что Это Взять Долг Понимаете Купи Денег Нет Значит Надо Пойти Взять Кредит А Таких Импульсов У нее Много Значит Это Это Ага Уже Денег Чтобы Выплатить Значит Значит Первый Кредит И Одновременно Купить Опять Что То Вот И Все Это Как Меним Это Может Быть И Маниакальное Состояние Это Может Быть И Скажем Так Потеря Контролия Над Импульсом Это Может Быть Эмоциональное Нестабильное Расстройство Личности Импульсивного Типа Тут Обязательно Нужны Нормотимики Обязательно Один Из Нормотимиков Скорее всего В небольшой Дозе Один Из СИОС Ну И Психотерапия 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 Все Таки Человека Надо Каким То Образом Вот Все Таки Он Должен Контролировать Вот Я Опять Повторяю Что Если Это Больной Шизофрени Это Бесполезно Он Контролировать Не Может Но Ваша Сноха Не Страдает Шизофрени Вот И Все Это Можно Даже Скажем Где-то На границе С Распущенностью Поставить Почему Потому Что Вы понимаете Это Болезнь Конечно Вы Правильно Должны Понять Но С другой Стороны Это И Некоторая Распущенность Некоторая Больше Болезнь А там Значит Фифти Фифти Вот Почему Потому Что Все Таки Она Не Все Импулсы Позволяет Скажем Удовлетворять У нее Много Импульсов Если С ней Поговорить Вот Значит Какие-то Импульсы Она Понимает Ну Что Это Красная Черта И Она Уже Не Переходит Эту Красную Черту Ну Ну Вот Взяти Кредит Авось Значит Я Заработаю Авось Муж Или Сноха Это Что Такое Сноха Это Невестка Что Ли Черт Его Знаю Значит Вот Вы Значит Кто Вы Там Тесть Да Или Кто Вот Значит Может Быть Он Выплатит Вот Может Быть Муж Дать Деньги И так Далее И так Далее Понимаете Там Все Таки Все 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 Таки Человек Разумный И Человек Не Значит Не Не Меняем Он Он Должен И он Все Таки Контролирует Почему Я вам Сразу Скажу Что Подавляющее Большинство Законодатель Судебный Вот Наказывает Таких Больных В России Вообще Без Сяких Без Скидок Ну Это Со Сталинских Времен Понимаете Нужна Болая Рабочая Сила На Беломор Канал И И так далее И так далее Вот На ГУЛАГ И тому подобное На В западных Странах Вот Значит Дается Скидочка Небольшая Но Все равно Вот Такие Пациенты Они Скажем Так Значит Несут Ответственность Там Штрафуют Их Или Значит Сказковременное Скажи Пребывание В заключении И так далее И так далее Но Мягче Мягче Почему Потому что Законодатель Значит Знает Что Все Таки Такой Человек В состоянии Он Может В потенции Проконтролировать Этот импульс Так А как же Врачи Говорят Что Медикаменты Это Кто Это Говорит Это Не Врачи Говорят Значит Я вам Сразу Скажу Надо Надо же Иметь Свои Мозги Мало Либо Кто Вам Что Скажет Вам Вам Говорят На выборах Что Вот Золотые Горы Будут Вы Все Будете Жить При Коммунизме Вы Помните Как Долбали Этим Коммунизмом Развитой Социализм А потом Да Но Недоразвитый Коммунизм И так далее И так далее Значит Психотерапевты Будут Говорить Что Медикаменты Вам Не Нужны А вот Вам Нужна Скажем Так Психотерапия Врач Психиатр Который Например Не в состоянии Медикаментами Помочь Он Чтобы Избавиться От вас Скажет Идите Психотерапевту Понимаете Вот Вот тут Надо Понимать Что И как Когда Нужна Психотерапия Когда Она Не нужна Вы Ко Мне Уже Обратились Я Желом Вчера Уже Дал Совет По Поводу С Венопоксина Вот Что Вам Надо И Это Вас Выведет Если У вас Есть Лишние Деньги Пожалуйста Идите Психодрамой Алло Марино Назывался Психодрама А не Символ Драма Вспомни Психодрама Это Во время Войны В 1942 Году После Эти Постравматические Стрессовые Психодрама Это Символ Драма Идите Символ Драма Принимаете Понимаете Потратите Деньги И все Вот Лечитесь Медикаментами И хватит Потому что Ни Этого Символ Драма Ни Медикаменты Ваше Тревожное Заболевание Не уберут Оно Не излечивается Вы Должны Это понять Там Только Можно Достичь Ремиссии Вот Я болен Диабетом У меня Никогда Мысли Не было Что Я Излечусь Никогда Я прекрасно Понимал Что Это До Конца Жизни До Конца Жизни Я должен Колоть Инсулин Все И Моя Скажем так Забота Была Найти Хороший Инсулин Набраться Силы Воли Соблюдать Диету И Понять Что со Мной Происходит Чтобы Контролировать Чтобы Контролировать Эту Болезнь Вот Это И надо Вам А не Искать Какие-то Чудо Методы Которые Вас Избавят До Конца Жизни Не Избавят Не Избавят Поверь Не психотерапия Не медикаменты А ремиссию Дают Вот И все Вот это Правильное Понимание Оно Скажем так И Помогает Жить Потому Что Я сталкиваюсь С массой Пациентов Которые Десятки Лет Десятки Лет Болеют Лечатся Понимаете Не Работают Не живут А живут Болезни И все Надеются Найти Какое-то Чудо Комбинации Чудо Медикамент Хотя Уже Все Имеющиеся В наличии Медикаменты Испробаны И не Один Раз И вот Как раз Таким Людям Нужна Обычная Когнитивная Психотерапия Им надо Объяснить Что Это Болезнь До Конца Жизни И Когда тебе Тяжело Ты можешь Сбавить Обороты Вот Но Два Процесса Должно Ити параллельно Рука Об руку Болезни Болезнева А жизни Жизненной Как говорят Богу Богова А кесарю Кесарева Вот так Как я Всю Жизнь Не Жил То Я Понимал Что Я болен Я Уделял Внимание Болезни Я Скажем Так Значит Лечился И продолжаю Лечиться Кто-то Там Спросил Почему Вы Так Много Таблеток Вечером Вот Я Вчера Зачитывал И выпил Там 8 Таблеток Кто-то Спросил Я Говорю Ну Много Таблеток Потому что И возраст Уже Значительный Чем больше Возраст Тем больше Таблеток Вот и все Но Параллельно Параллельно Я провожу Истрим Параллельно Я и работаю Понимаете Вот Это правильный Подход А не ждать Когда я Выздоровлю Выз Вот это Хорошее Слово Выздоров А от чего Вообще Можно Выздороветь От сифилиса Да От гонолии Можно Выздороветь И потом Опять Можно Заразиться От поноса Можно Выздороветь И дизентерии Можно Антибиотикам Аппендицит Воспаление Чревообразного Скажем Отростка Удалят И то Если вовремя Если нет Спаек Все Человек Выздоровел Там Можно Скажем так Перелом Срасти И так Что Без Последствий Вот это И все А все Основные Заболевания Заболевания Они имеют Склонность Рецидивировать Вот И требуют Если они Возникли Пожизненной Кажем так Терапии Даже Даже Инфекционное Заболевание Как Ковид У некоторых Дает Лонг Ковид И люди Уже 4-5 лет Болеют Продолжают Болеть Или Скажем так Последствия Этого Ковида Вот и все Конечно Надо Надо стремиться Лечиться То есть Мой Постулат Мой Опель К вам Болезни Болезненного Надо Лечить Болезнь Вот Исходить Из Реального А не Читать Там Всякие Фейки Которые Предлагают Там Я не знаю Что Четли не За один Сеанс Излечения Особенно Психотерапевты Вот Они же Прямо Обещают Нет Медикаменты А я вам Помогу Да Если Медикаменты Не смогли Помочь То как Может Психотерапевт Помочь Он Может Только Объяснить Он Может Вот то что я сейчас говорю вам Это и есть Психотерапия Объяснение Информирование Чтоб человек Понял Скажем так Вот паническое Расстройство Приступ Паники Человек Не знает Что это такое Он Осведомлен Он думает Боже мой Я не знаю Что это такое Я скажу С ума Я умру От инсульта Я умру От инфаркта Понимаете Вот он идет К психотерапевту Когнитивное Значит Психотерапевт Он ему объясняет Вы знаете Это у вас Он ему Объясняет Выбрасывается Большое количество Адреналина Сердце Начинает Стучать Это опасно Но это опасно Если бы вам Было сто лет Потому что В сто лет Значит Вот такой приступ Паники Мог бы Кончиться Инфарктом И инсультом Но к счастью В сто лет Уже Вегетативная Неврная Система Не настолько Реактивная Чтобы была Паника Там паника Уже Не случай Там все По барабану Вот Вот что он Может И человек Просветляется Ага Значит Инсульта У меня Не будет Инфаркта Не будет С ума Я не сойду Не упаду Ему Становится Легче Он понимает Чем он страдает Но От этого понимания Приступы паники Не исчезают И приступы паники Убираются Одним из Сиос Вот вам Такой Конкретный Пример Что делает Психотерапия Она объясняла Вот она Объяснила Объяснила Человеку Что это такое И все Но Значит Даже человек Понял Что это Ничего страшного Но Приступы паники Как были Так и будут Продолжаться Он просто Спокойно Их Переносит Он Без ужаса Их Переносит А сердце Как стучало Так и продолжает Стучать Во время приступа Голова Как кружится До реализации Значит Хочется Вызвать Значит Скорую помощь Помогите Значит Помощь 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 Приступ Проходит Успокаивается Причем Что интересно Несмотря на то Что объяснили И пациент Знает Что ничего страшного Во время Во время этого Приступа Он все равно Он все равно Уже теряет Все это Понимание Этого дела У него опять Паника Возникает И он опять Звонит Помогите Спасите Почему Потому что Потому что В этот момент Никакая Когнитивная Терапия Уже Не доходит До мозгов А что Доходит Сердце Стучит Я дрожу Я готов Упасть Мне страшно И так далее И так далее Ну вот так вот Видите Много времени Вам Сейчас Посмотрю Дальше Конечно болезнь Но какая Я не знаю Это надо Во всей совокупности Симптомов То есть Вы должны Рекомендовать Своей снохе Обратиться К психиатру Психиатру Психиатр должен Вначале Поставить Диагноз А потом Уже И терапия Если Есть Диагноз То Уже Есть Точное Указание Чем И как Лечить Данное Заболевание Так Здравствуйте Может ли Тревожно Избегающее Расстройство Личности Сочетаться С погранич Ну Теоретически Все может Сочетаться Кстати С погранич В рамках Пограничного Расстройства Может быть И тревожно Избегающее И депрессия И страхи И психозы И навязчивость И в рамках Скажем так Вот Борделяйна Там все может быть Но что это Тревожно Избегающее Расстройство Личности Тревожно Избегающее Расстройство Личности Это Скажем так Это когда Низкая самооценка Когда человек Значит Уверен в том Что он Значит Скажем Ну не Не такой Как все И когда он Входит в незнакомую Компанию Он чувствует Себе неловко Ему кажется Что он Что он Выглядит Эмоционально Эмоционально Может быть Может быть Но это Не характеризуется Понимаете Некоторые Ставят Два Три Диагноза Вот А здесь Можно Один диагноз Значит Какой Мозаичное Или комбинированное Расстройство Личности Можно Значит Указать Скобочках Элементы Тревожно Избегающего Или Элементы Скажем так Эмоционально Нестабильного Пограничного Или С преобладанием С преобладанием Пограничного Или с преобладанием Тревожно Избегающего Вот так Если да То Являюсь ли Когнитивная Терапия Наиболее Оптимальным Да Я вам скажу так Что Тревожно Избегающего Это Основной Метод Лечения Там Антидепрессанты Не помогают Медикамент Там Надо Поднять Самооценку Человеку Проясни Что Никто Его Не осуждает И он Вообще Никого Не Интересует Объясните Ну так Что Конечно Вот Девушка Если Это Мужчина Или Или Мужчина Если Это Девушка Вот Которому Который Проявляет Внимание Тот Конечно Будет Смотреть Через Лупу А Все Остальные Да Все Остальные Им Просто Наплевать Им Просто Наплевать Поэтому А Человек Думаю Что Все Только Понимаете Вот что Интересно Что Вот эти Тревожно Тревожно Избегающее Расстройство Там Даже Есть Элементы Паранойи Мании Величия Что Все На Меня Смотрят Все Все Обо Обо Мне Думают Все Все Только И Заняты Тем Что Вот Рассматривать И Находить Мои Недостатки Вот Чем Вся Проблема Поэтому Поэтому Конечно Вот Это Тревожно Избегающее Там Только Психотерапия Ну А Скажем Так Бордерляйн Да Там Конечно Психотерапия Тоже Значит Такое Базовое Лечение Но Там Уже Необходимо И Медикаменты Ну Например Нормотимики Если Агрессивность Аутоагрессивность Если Перепады Настроения Если Там В этот Момент Депрессия Значит Можно И Антидепрессант А При Первом Расстройстве Личности Никакие Медикаменты Абсолютно Не Нужны Там Только Когнитивно Поведенческая Терапия Так Костя Черев Здравствуйте Доктор Скажите Пожалуйста Вашей практике Примерно Какого Процента Полного Ну Я Только Вам Сказал Боже Ну Что значит Полное Излечение А что Вообще Полно Излечивается Любое Заболевание Или Подавляющее Скажем Так Неправильно Подавляющее Большинство Заболеваний За Исключением Инфекционных Травматических Перелом И то Смотря Какой Перелом Там Такой Перелом Ше И ноги Лишишься Или Травма Черепа Такая Что Идиотом Станешь Понимаете Значит Очень Ограниченное Число Заболеваний Которых Можно Излечить Но Скажем Так Вот Дизентерия Можно Излечить Запросто Но Это Не гарантирует Даже Что Через Что В следующее Лето Опять Человек Не Помоет Фрукты Или Снимет Клубничку Там Скажем Так Удобренную Да Значит Таким Диким Путем Из Туалета Знаете Вот Эти Качают Вот В деревнях Есть еще Отхожие места Потом Разбрасывает Это Дело Что Он Значит Каждое Лето Он Может Страдать Дизентерией Вот В чем Вся Проблема Но По идее Значит При Инфекционных Заболеваниях Там Тоже Повторя А грипп Например Грипп Ты Излечил Данный Значит Вот Сегодня У тебя Грипп Ты Его Излечил Но На Следующий Год Ты Опять Заболеешь Гриппом Это Что Касается Инфекционных Заболеваний А Хронические Заболевания Они Не Подлежат Излечению Ну Вот Можно Излечить Заболевания Щитовидной Железы Не Либо Гипофункция Либо Гиперфункция Гиперфункция Снижает Гипофункция Значит Понимаете Или Повышая Или Полностью Удалить Щитовидную Железу Вот Но ты Должен До конца Жизни Принимать Уже Скажем Так Гормон Гормон Щитовидной Железы Это Что Излечение Это Это Продолжение Лечиться Поэтому Я Только Вам Сейчас И Сказал Это Врач Должен Вам Каждый Врач Психиатр Он Должен Сказать Чем Как Может Протекать Это Заболевание Чаще Всего Душевные Расстройства Мы Говорим Сейчас О Душевных Расстройствах Значит Они Могут Повторяться Повторяться Могут По-разному Могут Повторяться Каждые Два Года Понимаете А может Расстояние Между Этими Рецидивами Ну Быть В Несколько Лет Но Нет Гарантии Что Рано Или Поздно Может Возобновиться Это Расстройство Вот И Все Вот Так Надо Понимать А Кроме Того Надо Ж Значит Вот Вы Говорите Значит Я Ж Не Могу Вообще Сказать В Каждом Конкретном Случае Есть Значит Свой Прогноз Как Будет Протекать Заболевание А прогноз Основывается На чем На опыте Предыдущем Есть Пациенты Которые Должны Постоянно Принимать Антидепрессант Длительно Там Годами Десятилетиями Почему Потому что Как только Они прекращают Прием Антидепрессанта У них Моментальный Рецидив Есть Пациенты У которых Значит Пролечились Вошли В ремиссию Прекратили Терапию И Очередное Рецидив Может возникнуть Через Несколько Лет Есть Случай Когда Скажем Так Вот этот Рецидив Может возникнуть Через Десять Через Двадцать Лет Это Кому Как Повезет Но Всегда Остается Скажем Так Вероятность Того Что Может Повториться Можно Конечно Условно Говорить Произошло Излечение Данного Эпизода То есть Данный Эпизод Излечен Но Это Совсем Не гарантирует Того Что Через Некоторое Время Возник Не Второй Третий Десятый Двадцатый Эпизод Поэтому Я Избегаю Говорить О Полном Излечении Излечение Это Так Излечился И все И больше У тебя Значит При Всех Условиях При любых Условиях Больше У тебя Это Заболевание Не Возник Вот Аппендицит Совершенно Верно И Тебя Удалили Аппендицит То Больше Больше У тебя Аппендицита Острого Воспаления Не Будет Вот Там Можно Говорить Об Излечении Но Таких Заболеваний Значит На пальцах Можно Пересчитать Так Так Дальше Подскажите Пожалуйста Как Это Лечить Вы Знаете Ну Значит Как Это Лечить Я Не Могу Я Могу Только Сказать Вообще Я Вам Советую Значит Сноху Показать Психиатру Потому Что Она Конечно Больна А Чем Она Больна Биполярным Расстройством С С Преобладанием Фазы Мании Там Вот Такое Все Идет Долги Кредиты Траты И так Далее И так Далее Или Это Эмоционально Нестабильное Расстройство Личности Импульсивного Типа Или Это Значит Потеря Контроля Над Импульсами Вот Три Скажем Заболевания Значит В любом Случае И при Мании И при Эмоционально Нестабильном Расстройстве Личности Эмоционально Это Вот Импульсивного Типа И при Потере Там Обязательно Надо Использовать Стабилизатор Настроения И Психотерапии Вот Но В первую Очередь Все равно Надо Чтобы Кто-то Выписал Вам Это И Кроме Того Надо Поставить Я Указал Три Заболевания А Какой Из Этих Трех Я Ж Не Могу Сказать Я Не Знаю Это Надо Беседовать С Пациентом Чтобы Понять Вот Так Так Что Лучше Всего Не Заниматься Самолечением Обратиться К Психиатру Ну Грамотному Естественно Соображающему Заинтересованному И пусть Поставит Диагноз И Тогда Уже Знаете Есть Такая Поговорка К Кви Бене Диагноз С Бене Кура Кто Правильно Диагносирует Правильно Лечит Вот И Все Потому Что Лечение Без Диагноза Такого Не Бывает В В Любой Отрасли Медицины Первую Очередь Выставляется Диагноз Уже После Того Как Диагноз Выставлен Назначается Соответствующее Лечение Так Здравствуйте Можете Треводно Избегающие Так Подождите Так Я уже Ответил Так Это Ответил А Как Это Лечит Так Максим Верниковский Добрый День Бар 2 Пил Квитиопин 250 Потом По вашей Рекомендации Добавил Ломатрежин Сейчас 50 А Квитиопин Убирать Или Оставить И До Скольки Ломатрежин Повыше Ну Это Врач Решает Понимаете Это Решает Врач Лечащий Значит По поводу Это по поводу Значит Комбинировать Квитиопин С Ломатрежином Или Скажем так Продолжать Лечение Одним Ломатрежином Вообще Тобар Значит Прибар С моей Точки Зрения Базовым Конечно Лечением Или Медикаментами Являются Нормотимики В данном Случа Ломатрежин Значит Но Какой Дозе Значит Там Есть Два Способа Значит На По самочувствию По самочувствию Ну это Вы понимаете Это Это не точно Либо Определить Определить Ну вот скажем так Вы сейчас принимаете 50 миллиграмм Ломатрежина Я не могу Сказать И Вы не Можете Сказать Это Лечебная Доза Или Нелечебная Как Ее Проверить Приблизительно По самочувствию Если На 50 Миллиграммах Ломатрежина Ваше Состояние Стабилизировало Значит Можно Предполагать Что 50 Миллиграмм Это Лечебная Доза Но Есть Точное Определение Лечебной Дозы Значит Пойти На фоне Приема 50 Миллиграмм Сдать Анализ Крови Чтобы Вам Определили Содержание Ломатрежина В сыворотке Крови Значит Терапевтическая Концентрация Ломатрежина В сыворотке Крови Лежит Между Тремя И Пятнадцатью Миллиграммами Литр Вот Если На фоне Приема 50 Миллиграмм Ломатрежина Анализ Покажет Что Ваша Концентрация 3,5 Пожалуйста Всего Можно Остаться На этих 50 Миллиграмм Почему Потому Что Это Лечебный Диапазон То есть 50 Миллиграмм Для вас Является Лечебной Дозой Поскольку Она Скажем Так Обеспечивает Лечебную Терапевтическую Концентрацию Этого Препарата В сыворотке Крови Если Меньше 3 Значит Дозу Надо Повышать С последующим Опять Контролем Ну вот Так Приблизительно Так 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 Да Всем Добрый День Я Не Отвечаю Но Само Собой Так Зик Макс Старый Знакомый Старый Друг Этого Канала Имеет Смысл При Эндогенной Депрессии Психотерапии Вы Знаете С моей Точки Зрения Если Имеет Ну Понимаете Психотерапия Если Есть Деньги Да Ну Так А почему И не Заняться Психотерапией Всем Мы Нуждаемся Чтоб Кто-то Нас Выслушал Понимает Даже Никто Не Хочет Выслушивать Все Хотят Чтобы Их Слушали Вот посмотрите Пьяная Компания Да Ну Так Подвыпившие Там же Никто Никого Не Слушает Каждый Говорит И Слышит Только Себя Значит Вот С этой Целью Пожалуйста Если Есть Деньги Можно Но По Существу По Существу Эндогенные Заболевания Конечно Психотерапии Не Поддаются Вот Если У вас Какие То Страхи Есть Вот Я Уже Об этом Говорил Просто Как Информация Как Объяснение Потому Что Человек Может Заблуждаться Вот Он Ждет Чудо Медикамента Который Значит Избавит Его А Он Прошел Уже И Использовал Уже В течение Многих Лет Целую Кучу Таких Чудо Медикамент Причем По Несколько Раз Вот Вот Ему Надо Объяснить Объяснить Что Вот У тебя Такая форма Что Тебя Медикаменты Не дают Сто процентов Улучения Если Диагноз Точен Понимаете Там В первую очередь Надо Разобраться А почему Не помогают Медикаменты Почему Значит Может быть Неправильный Диагноз А неправильный Диагноз Значит Неправильно Неправильный Но если Диагноз Установлен И Скажем Так Терапия Не дает Сто процентов Успеха Я говорю О психотерапии А пациент С упорством Вот Значит Обращается К врачам Нет Вот Давайте Давайте Уже по второму По третьему Разу По кругу Идут Все эти Медикаменты А он Все Надеется Что В четвертый Раз Сиртролин Не поможет В пятый Раз Эсетолопрам Не поможет В шестой Раз Велопоксин Не поможет Так вот Ему надо Просто Объяснить Что К сожалению Вот у вас Такое Течение Заболевания Что Сто процентный Ремиссии Достичь Не удается Поэтому Что вам надо Вам надо Подобрать Какую-то Комбинацию Медикаментов С Максимальным Лечебным Эффектом И Довольствоваться Этим Максимальным Лечебным Эффектом И Возвратиться Обратно К жизни В жизни Потому что Вот Зиг Макс Вот у меня Такое впечатление Что Жизнь Проходит Пока Мимо вас Что Вся ваша Жизнь Это Медикаменты В этих Стримах Врачебных И так далее И так далее И тому подобное Понимаете Что вы живете Сейчас болезнью А жизнь Вы молодой человек А жизнь Проходит мимо Значит Естественно Естественно Если это Первая Значит Атака Да Или первый Шуб Заболевание Там Конечно Человек Надеется Что Вот Сейчас Медикамент Мне поможет И я Как минимум Войду В ремиссию Но если Человек Не входит В ремиссию Стопроцентную Значит Либо диагноз Неправильный Неправильно Лечит Либо Так Протекает Его Заболевание Вот В этом Смысле Вот Психотерапия Может сыграть Свою роль То есть Психотерапия Может сказать Вы знаете А почему Ваш лечащий Врач Не докопался Не разобрался Почему Вам не помогает Назначенная Ему терапия Хотя Врачи У них Палочка Выручалочка Резисентность И все И воликулем Резисент Ты сам виноват Вот твой организм Мерзкий Да Вот он Резисентный Вот он Скажем так Не реагирует Ну понимаете Это же неправильно Но К сожалению Это взято На вооружение Значит Посоветовать ему Да вот Ваш Доктор Не хочет Разобраться Он говорит Резисентный А почему Резисентный Он не Разбирается Смените Врача Вот вам Психотерапия Совет Или Если Действительно Доказано Что Заболевание Резистентное Резистентный Диагноз Правильно Поставлен Медикаменты Назначены Верно Вот А все Не удается На 100% Достичь Ремиссии Значит Психотерапевт Объясняет Пациенту Что К сожалению Вот у вас Такая Вот 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 такое Течение Заболевания Поэтому Ничего Не поделаешь Не надо Значит Опять По второму По третьему Кругу Использовать Медикаменты Подберите С доктором Какую-то Комбинацию Которая Даст вам Максимальный Лечебный Эффект Ну скажем 80% Там 90% От нормы Ну и все И принимайте Эту Комбинацию Или в монотерапии В этой дозе И все И хватит И хватит И идите И Скажем так Продолжайте Скажем так Жить Возвращайтесь В жизни Чтоб человек Понял Объяснить ему Что вот так вот Вот так как живут люди После инфаркта Они же лечатся Лечатся Постоянно И живут Гипертония Лечится Лечится Эндокринные заболевания Лечатся И живут Бронхиальная астма Артрозы Артриты Последствия травм И так далее И так далее Вот и все Вот Вот в этом смысле Психотерапия Скажем так Она может Но Она не поможет Она не воздействует На заболевания Она изменит Ваши отношения К вашей болезни И к вашему Поведению Вот Вот вы должны Это понимать Вот так я могу Вам ответить Так Так Это была Не я Где Исэталопрам Смелофакси Ну не вы Так не вы Я не знаю Там Екатерина Она Была мне Вчера На этом Вот На Телеграме Смелофакси Смелофакси Поэтому Тем более Я не знаю Потому что Ту Екатерину Я хоть знаю Я ее вчера Проконсультировал В чате И понимаю Что ей нужны А чем вы Страдаете Я не знаю Поэтому пишите Чем страдаете А не просто Поможет ли мне Символ Значит Драма От чего Помоги Чем вы Страдаете Надо же указывать Чем вы Страдаете Так Бывает ли Полностью Не поддающееся Лечение Депрессии Бывает Но очень редко В основном Это неправильный Диагноз Это не монополярная Депрессия А биполярная Поэтому и лечится Неправильно Так Мне кажется Что главное Это Активация Двигателя Сердца Главное Соответственности В сторону Рассудительного Это Мегаэффективная Психотерия Ну не знаю Как это Активация Двигатель Не сердце Надо активировать А мозги Надо Мышление Надо Потому что Все отсюда А не отсюда Идет Вот к сожалению Тот кто живет Сердцем Тот живет Именно сердцем И тот делает Очень много Неправильного А тот кто живет Головой А тот живет Правильно Вот Поэтому не согласен Максим Кулинов Что надо Сердце Активация Двигателя Сердца Или сердце Это Я не понимаю Активация Двигателя А кто Движит Сердце Кто Движит Сердце Само Сердце Движит В общем ладно Это уже Скажем так Словоблудие Так Роман Черных У меня Шизофрения Помогите Подобрать Лекарств Роман Черных Ну Надо же быть Все таки Серьезнее Так У меня Ну как я могу Вам подобрать Помоги Значит Если хотите Подобрать Значит Надо проконсультироваться Пожалуйста Будете Консультироваться В очках Черных В кепе Пожалуйста И там я Смогу А как я могу Тут вам Подобрать У меня Шизофрения Помогите Подобрать Какая Шизофрения Что Преобладает Что Преобладает Паранойя Бред Галлюцинации Снижение Скажем Когнитивной Функции Понимаете Это же Несерьезно 80 лет Уже 80 И 6 Месяцев Так Роман Черных Пользуйтесь Приплюсовкой Инициатив Лучших Всем Вот еще Один Хлопец Максим Павшел Куликов Вот тут Вот это Даже надо Уметь Вот такую Вот Понимаете Это слово Блудие Вот честно Не обижайтесь Максим Вот то что вы Пишите Это набор Слов Набор Слов Бессмысла Или Это смысл Настолько Глубоко Что не каждый Его Может Скажем так Понять И определить Алёха Добрый вечер Доктор Почему я Иногда Пересохло В горло И Видите Кричу Я обратил Внимание Когда много Читаешь Много Говоришь Все Голос Садится Так Почему Иногда Плюю На все Находясь В хорошем Настроении Плюю На все Бросаю Работу Близких И уже Один Близ Сад От цивилизации И через Две Недели Снова Возвращаюсь Усталость Наверное Не знаю Трудно Сказать Понимаете На основании Привиденной Вами Информации Трудно Определенно Конкретно Что-то Сказать Значит Понимаете Бывает Так Бывает Человек Погружается В депрессию Если Из нашей Области Но я Предполагаю Раз вы На этом Стриме Депрессии Человек Устал Человеку Ничего Не интересует Общество Его Нагружает Забирает Последние Силы И поэтому Он Вот На пару Недель Значит Уходит Понимаете В депрессиях Вообще Человек Предпочитает Быть В одиночестве В мании Нет Наоборот В мании Там Активность Там Нужны Люди Понимаете Нужны Общения Причем Общения Ненормальные Все 24 Часа В сутки Человек Может Общаться Я могу Предположить Что У вас Такие Периодически Наступающие Субдепрессивные Состояния И в этих Похоже Что Вот У вас Такие Периоды Двухнедельные Депрессии Это похоже Но это Не точно Почему Потому что Я базируюсь Только Спекулятивно На той информации Которую Вы мне Дали Так Доктор Джорд От Антидепрессантов Играет Музыка В голове Это Баринова Ирина Барина Нет Ну что Значит Хреновый Признак И Я не знаю От Антидепрессантов Играет Музыка Как Это Музыка В голове Понимаете Это Это Надо Еще И понять Есть Так Называем Псевдогаллюцинации Ну это же не Псевдогаллюцинация Не хочу вас пугать Вот Музыка В голове Как Ну как это Ну как музыка В голове Играет Ну вот как Как в голове Может играть Конечно Если в голове Играет музыка Ну это Что Это что Это Псевдогаллюцинация Скажем так Какая Понимаете Ее даже Нельзя назвать Зрительной Потому что Зрительная Галлюцинация Она все-таки Глазами Воспринимается И Мозгом Или слуховая Ухом Понимаете Человек это видит Она вне человека Понимаете Вообще-то Галлюцинации Это вне Это все то Что человек Слышит И понимает Что это происходит Вне его Псевдогаллюцинации Кандинского Это то Что в голове Это в голове Галлюцинации В голове Это трудно Даже и объяснить Не знаю Вот не знаю Ирина Баяна Хреновый признак Я думаю Что не хреновый Если вы работаете Если вы живете У вас семья Вот так Почему это хреново Это один из Один из Скажем так Симптомов Не знаю Так Полина Колыванова Доктор А я то Такое Преувеличение Или гиперреагноз Понимаете А что такое Я то И комплекс Неполноценности Можно ли Проработать Я тот Кто схватил Бред На этом Все Подождите Полина Колыванова Я тот Или я та Тут Непонятно Я тот Такое Преувеличение Понимаете Не знаю Тут так написано Что надо еще и понять Бред Бред Это уже Никакая Это уже Не комплекс Неполноценности Это уже бред Не знаю Тут Опять Крупными Этими Буквами Нарисовано Написано Не знаю Зигмакс Ну Вы же поймите Зигмакс Тут 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 Не страшно Понимаете Это На это Не надо Обращать Внимание Во-первых Это Полина Или Это Я то Понимаете Это больной Человек Все Ну Что Не надо Зигмакс Не это Вот Не надо Не надо Биполяр Борделяйнович Здравствуйте Доктор Можно К ламатериджину Добавить Карбомазепин Вы знаете Карбомазепин Не надо Вообще Вот это Вальпраат И карбомазепин В комбинации С другими Нормотемиками Они либо Увеличивают Себя Концентрацию И Подавляют Концентрацию Комбинационного Нормотемика Вот Понимаете Либо-либо Поэтому Карбомазепин Это вообще Я Понимаете Карбомазепин Я вообще Не назначаю Это если Уже Бедность Аптечная Медикаментозная Бедность Материальная Бедность Да Человек Не может Ну так Что-то же Ему надо Назначить Карбомазепин Карбомазепин Это вчерашний День Понимаете Это вчерашний День Еще в 60-х Годах Был карбомазепин Тегритол И пошло-поехало Фенлепсин Это все Старье Это все Сейчас есть Более Современные Более Скажем так Мякиные Я опять Я опять вам повторяю Вот карбомазепин В комбинации Например с Ламатриджином Он влияет Я уже не помню Либо Он подавляет То есть Усиливает Метаболизм Ламатриджина И Ламатриджин Концентрации Падает А его Концентрация Карбомазепина Наоборот Растет А там И До Может и До интоксикации Найти Вот и все Либо наоборот Увеличивает В несколько раз Концентрацию Ламатриджина А Значит Концентрация Карбомазепина Падает Поэтому там надо Не так Произвольно Все это Назначать Понимаете Карбомазепин Я недолюбливаю Я его не использую Уже лучше Окс Карбомазепин Это Скажем так Такая Модифицированная Форма Карбомазепина Он намного Мягче Он Лучше Комбинируется И сочетается С другими Медикаментами В том числе И С Нормотимиками Доктор Читайте Вопросы Как это читаю А я что делаю А то мне На чей вопрос Вы отвечаете Постараюсь Читать Так Мне хорошо Только Депривация Сна И алкоголь Ну алкоголь Не надо Депривация Это тоже Тяжело Это Как минимум Надо половину Как минимум Половину ночи Не спать Понимаете Вот первая половина Или вторая То есть Вы ложитесь Где-то в 11 А потом Встаете В 4 часа И уже не спите Или в 3 Или наоборот Ложитесь В 4 часа На 70% Ну то есть Она помогает Не максимально Не на 100% Так Чугунный Микрософт Здравствуйте Вадим Белик Более года Страдает От Расставания От Расставания Ранее Пробуждение После чего Пару часов Депрессивное Состояние Тоска Затем Она Рассеется Но все время Мысли Зацик Расстройство Да Может быть Расстройство Адаптации С Депрессивным Там же Расстройство Адаптации Идут в разных Формах Затянувшаяся Депрессивная Реакция Но может быть И вообще И не связано С расставанием Понимаете Ну Скажем так Если Есть Повод Действительно Любили Надеялись И вот Так Расстали Значит Тогда будем Считать Расстройство Адаптации Но Поверьте Мне Там надо Дифференцировать Но это Депрессия Депрессия Другое Дело В рамках Расстройства Адаптации Или в рамках Мона Полярной Просто Депрессии Без всякой Связи С адаптацией Это Депрессия Несомненно Так Роман Черных Запишитесь Лечение Назначено Так Ладно Это Ерунда Так Джордж Скажите Пожалуйста Деинституализация Является Проблемой В целом Для А что Это Такое Деинституализация Я не Совсем Понимаю Что Это Вот Что Это Такое Институт Как Это Ну Что Это Такое Институциализация Это Что Это Что Это Официальное Признание Что Такое Деинституализация Я не Совсем Понимаю Что Вы Вкладываете В понятие Деинституализация Язык Язык Сломаешь Да Институализация Психиатрии Является Проблемой В целом Для Соци Не знаю Не понял Мне надо Понимать Это Какие-то Глобальные Вопросы Я же Врач В целом Для Соци Полина Колыванова Почему Что У меня Проблемы И Я Общаюсь Не С тобой И Со Страницы Моей Бабули Вообще Если Надо Весь Мир Переверну Своих Целей Достигну В общем Полина Полина Колыванова Аз Бабушкиной Да Понятно Бабуля Бабуля Имеет Страницу А Вы Не Имеете Но Переворачивайте Это Это Хорошо Если Вы Достигаете Своих Целей Так Алёха Как Отличить Усталость От Депрессии Ну Что Усталость Знаете Как Отличить Человек Устал Поспал Утром Встал И Полон сил Вот Вам И Все Вот Это Основной Отличительный Скажем Призн А Депрессия Хоть Ты Поспал Хоть Ты Не Поспал Вот А ты Будешь Длительно Долго Срадать А кроме Того А кроме Того Там же Целая Куча Еще Сопутствующих Симптомов И Самой Главной Причины Нет Для Этой Длительной Усталости Нет То есть Это Заблужение А тут Все Ясно Устал Устал Поработал 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 Сильно Хотя Я опять Повторяю Еще Профессор Чиж Об этом Пищит Я с ним Абсолютно Согласен Независимо От него Что нельзя Заболеть Нельзя Заболеть От переживания От работы От усталости Нельзя Заболеть Нельзя Потому что Здоровый человек Не заболеет От усталости От переработки От умственной работы От какого-то Волнения Параллельно Для этого Чтобы Усталость Переработка Стресс Мог Вызвать Душевное расстройство Нужно иметь Чтобы почва Была Чтобы этот стресс Чтобы этот Триггер Упал на Соответствующую Почву Поэтому тут Два надо Вот скажем так Два условия Это Врожденное Генетически Переданное От родителей Или Приобретенное В результате Травмы В результате Перенесенной Нейроинфекции Почва Готовность Заболеть И Соответствующим образом Значит Внешний фактор В виде стресса В виде расставания Почему? Потому что Вы понимаете Вот человек Мне там писал Да Что вот я расстался И вот у меня Депрессия 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 Вы понимаете Если бы Это было бы Связано Скажем так Я не говорю Об этом Значит Пользователе Я говорю Вообще Так мы Так мы все Только были бы И в депрессии Потому что Люди Расстаются Люди Разводятся Так и все Все бы страдали Депрессией Другое дело Что кто-то Вообще Плевал на это А кто-то Значит Кто является Жертвой Этого Развода Он естественно Не радуется Он не хотел бы Но у него Нет депрессии Он продолжает Работать Он продолжает Жить Но он Немножко Депримирован Да Он немножко Угнетен Это Это разные вещи Это же не депрессия Как болезнь А если После расставания И чем Дольше Уже Прошло Скажем Период Времени От начала Я еще понимаю Значит Первые дни От расставания Это конечно Это конечно Может быть Обычная Нормальная Это краткосрочная Депрессивная Реакция Нормальная Это не болезнь Даже А вот Если прошло Длительный Период И эта депрессия Длительно Сохраняется Это уже Заболевание Это уже Расстройство Адаптации С Продолжительное Или хронифицированным Депрессивным Синдромом А вот Для этого Для этого Вот Для того Чтобы возник Это Ф По-моему 23 Там 20 Или 22 Я уже не помню Для этого Нужна почва Для этого Нужна Предрасположенность Потому что Люди Без этой Предрасположенность У них будет Коротенькая Реакция Понимаете Точно так же Вот Если люди Значит Умирает Близкий Человек Кто-то Подает Тяжелую Депрессию Тяжелую Но это Человек Который Предрасположен К депрессии Почему Потому что Все мы Теряем И не Одиножды И если бы Мы все Подали бы В депрессию Так вы Сами понимаете Это весь мир И психиатров Не хватило бы И вообще Все было Парализовано Потому что Обязательно Каждый день Кто-то умирает И так далее И так далее И вот у меня Уже никого нет Уже никого нет Еще только Супруга Ну и дети Я имею ввиду Те кто Могут Раньше Меня Уйти Дети же Молодые Понимаете Вот чем вся проблема То есть Два фактора Вот эти Расстройства Адаптации Это старые Экзогенные Расстройства Экзогенные Психозы Экзогенные Депрессии То есть Вызванные Какими-то Происшествиями Такими Потрясающими Катастрофическими Для человека Ну и опять Повторяю Что Кажем так Вот тюремные Психозы Тюремные Описывались Раньше Ведь не каждый Сколько В тюрьмах Людей сидят Ну и не все Значит Заболевают Психозом А вот только Те Кто Предрасположен И действительно Вот это Орес Заключение Вот оно И Продуцирует То есть Орес Заключение Так Судебные Эти все Мероприятия Упали на почву И дали Пышные Такие Всходы Так Я работаю Беру отгулы Работа позволяет Все понимают Еще часто Слышу музыку Композиции Фантазии Ну не знаю Я думаю Конечно Что у вас Не усталость Понимаете Во-первых Алёха По названию Вы же наверное Молодой По кличке Это Вы наверное Молодой человек Молодые люди Не должны Вообще Уставать Они могут Устать Поспал И все И встал Как огурчик Отдохнул И встал Как огурчик Вот Я все таки Думаю Что Что у вас Значит Что то есть Вот Период Причем Периодически Периодически Это не устало Начиная Беспокоиться Моешь Что то со мной Прогрессировать Я работаю Беру отгул Работа позволяет Все понимают Еще часто Слышу музыку Композиции Фантазии Не знаю я По поводу музыки Композиции Фантазии В данном случае Вот Исходя из этой Информации Я ничего Я грубо Могу сказать Потому что Грубая Незначительность Что скорее всего Это конечно Какая то Периодически Повторяющаяся Депрессия А может быть И что то Другое То есть Алёха Вам надо Конечно К врачу Вам надо Диагностировать Или пожалуйста Беседу Оформите Оформите В рамках Инкогнито На ютюбе Я вас охотно Скажем так Проконсультирую Но там Новый вариант Уже Так Так Зигмакс Я вас спрошу Ну не надо Не надо Даже если Не надо Лечиться Ну так Это больные Больные Здесь вы поймите Здесь здоровых Не бывает Тут либо здоровый Но Росвинник Больной Либо сам больной Поэтому давайте Не надо Не надо Слайшов Музыка в голове Это так же Как и стихи В голове Признак Это суперскисти Помогает Ну может быть Это творчество Конечно Это творчество Музыка в голове Так надо же писать Я сомневаюсь Чтобы те люди Которые мне сообщили Что у них музыка В голове Что они пишут музыку Очень сомневаюсь А у композиторов Конечно Конечно В первую очередь Она начинает звучать Она начинает звучать И потом они ее На ноты перекладывают И то же самое И стихи И все Вот так Так что Это разные вещи Так Костя Чернев Уважаемый доктор Применялись ли Ваши практики Электросудорожная терапия Инстрино-шелковая И лоботомия И если да То какие Ваши отношения Значит я вам скажу Лоботомия Лоботомия Знаете Где показано Полет Из гнезда кукушки Николсон Главный герой Вот ему сделали Лоботомия Индеец Индеец Он его Почему Все такое лоботомия Это все Это никто Это животное Понимаете И он его поэтому Подушкой Придушил И все И сбежал Вот это лоботомия Это варварская мета Он Использовался Я даже не знаю Где Использовалась В Советском Союзе В Америке Вот Это первое Дальше Инсулино Щуковая Терапия Использовалась Использовалась И в Советском Союзе Варварский метод Понимаете Варварский Варварский Щук Это вводит инсулин Человек теряет сознание Понимаете В живую Вот так можно сказать Life Life Ну а Скажем Электросудорожная Терапия Современная Она конечно Это уже Щадящее Понимаете Медгибе Погружают Наркоз Вводят Курароподобные Вещества Мышцы Расслаблены Судорог Нет То есть Ты просто Спишь Ты спишь Вот Поэтому конечно Если сравнивать Лоботомия Это вообще Ужас Это вообще Это кошмар Инсулина Щуковая Это Тоже Недалеко От лоботомии Ушло Но лоботомия Она тебя делает Все уже Никем Никем А Инсулина Щуковая Это конечно Варварская Она хоть И опыт Показывает Что Долговременных Результатов От электросудорожной Терапии Вот Редко Удается Достичь Редко Там кратковременно Все И потом Все возвращается И часто Побочные Эффекты В виде Нарушения Памяти Правда Восстанавливается Жанна Жанна Здравствуйте Сколько Стоит Ваши Консультанты Это на странице Зайдите на страницу Психоамбулян Там все есть Да Екатерина Малыш Тревожно Фобическое Расстройство Вы мне Прямо Перед стримом Ответили На форуме И порекомендовали В плюс Костя Такого Когнитивного Расстройства Подождите Так я же вам Написал Это вы были В этом Или нет Вы были В телеграмме Не помню Уже Там понимаете Это вот эти Тревожные Мало ли Еще Там у меня Миллиард За 21 год Миллиард Этих Я уже Не помню Вот Я почему-то Решил Что вот Свеженькая Вчера Вошла В телеграм Екатерина Вот И решил Что это вы Да Ну и что же Я вам ответил Плюс Плюс Ну так вот Минуточку Так а зачем же вам А вы пишите мне Этого Символ Драме Зачем вам Символ Символ Драма У вас и так Драма Если у вас Фобия Вы и так Драму Эту переносите Вам нужен Именно Действительно Скажем так Вот Эсеталопрам И когнитивное Чтобы вы правильно Поняли В основном Эсеталопрам Вот его и Принимайте Вот Стрим Черт Дает Здесь Так Не стрим А Телеграм Так Куда-то Залезло Сейчас Так 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 Сейчас Сейчас Найду Потерял Куда-то И Преконавали Плюс Казалопрам Когнитивная Терапия Вы думали Что я Вспомнил Вы поймите Там Целый день Мне приходится Вот тех Старых Значит Пациентов С которых Я уже Много лет Знаю А тех Я конечно Помню А если Это Единичное Обращение Я тут же Написал И Наваливаются Другие И все И все Это Стирается Из памяти Забаньте Да нет Да не буду Ну-ка Она уже Не пишет Во-первых Это не она Он А что Ее Отбанить Она Там Написала Понимаете Ерунду Человек Она же Не агрессивная Она никого Не оскорбляет Это он Не она Он Она никого Не оскорбляет Вот И уже И успокоился Не надо Выйдет Человек Вот Из этого Состояния И прекратит Писать Ерунду Так Заключается В широкомасштабном Сокращении Числа Психиатрических Коек И психиатрических С параллельным Развитием А я понял Сокращается Вы знаете Я вам вот что Хочу сказать Ведь по сути Дело Подавляющее Большинство Той душевной Патологии С которой Мы имеем Дело Она в принципе Должна лечиться Амбулаторно Там Может быть На больничном Лесе Но амбулаторно Ведь По сути Дело Скажем так Госпитализация В психиатрическую Клинику Это острые Случаи Психозы Острые Психозы Это Случаи Депрессивных Расстройств С суицидальными Намерениями Значит Острые психозы Острые Невменяемость Аменцы Депрессивные Расстройства С тенденцией К Скажем так С угрозой Совершить Суицид Вот они Нуждаются Ну и Небольшое Количество Скажем так Ежесложные В диагностическом Случае Значит Вот Плани Пациенты Значит Положить На короткое Время Просто Консилиум Чтобы Несколько Докторов И решили Вот и все Поэтому В принципе Я считаю Это верно Это верно Надо Самое главное Чтобы Хватило Коек В острых Случаах Или Суицид Угрожаемым Пациентам Или Пациентам Который Представляет Угрозу Для окружающих Или для себя Самого Понимаете Поэтому Это Никак Не отражается На социуме Почему Потому что Подавляющее Большинство Вот моя Практика Скажем так Виртуальная Кибер Психиатрия Она в основном Скажем так Заключается В Амбулаторном Амбулаторном И то Даже еще И виртуально Поэтому Я не считаю Это Драматизмом Или катастрофой Вне больничной Помощи Психическим МВП Суим И Психических Суцинаров Ну И Понимаете Обычно Если Острый Случай Острый Психоз И так Далее И так Далее Выписывает Уже Вне Состояния Психоза Никто В состоянии Психоза Не выпишет На Поддерживающую Терапию И там Вполне Достаточно Лечить Скажем Когда психоз Уже Острые Психотические Симпомы Прошли Амбулаторно Лечить Ну Я Ответил На этот Вопрос Я Не считаю Это Самое Главное Чтоб Конечно Если Человек Находится В остром Психотическом Состоянии Или Скажем Так Суицид Угрожаем Совершить Суицидальное Действие Значит Надо Чтоб Конечно Какое-то Количество Коек Было Чтоб Он Попал Под Наблюдение А в целом Подавляющее Большинство Пациентов Оно Может Прекрасно И даже Лучше Лечиться В Скажем Так Амбулаторных Условиях Чем В стационарных В стационарных Это специфическая Группа Я опять Повторяю Острые Состояния Острые Суицид Угрожаем Мои Пациенты Ну и В небольшом Количестве Случаев Это просто Для постановки Диагноза Конселярного Консилиум Чтоб Все-таки Понаблюдать Хотя бы Недельку И Если Сложная Диагностика Это Вот Мое Мнение Так Ну хорошо Алёха Если Вы Здоров Отлично Людмила Здравствуйте Уважаемый Доктор 18 лет Мне Невролог Выписал Берли Дорм Это 90-е А что Это Такое С тех пор Пью А это Бензодиазепины Всю жизнь В частности На фенозепаме 2,5 Была Почти Сейчас Ну так что Зависимы Так вот Молите Господа Бога Чтобы Все-таки Выписывали Этот препарат Потому что Если Не Выпишут Или Скажем так Попадете В руки Придурков Которые Не поймут Что вы Зависимы И так далее Порядочные Что вы Не наркоман И так далее И так далее Порядочный Человек Чтобы вам Выписывали Потому что Если Лишить вас Сейчас этих Бензодиазепинов 25 лет Это будет Страшная вещь Это будет Страшная вещь Но это Ошибка Была сделана Не знаю Ваша Или вашего Лечащего врача Скорее всего Лечащего врача Пыталась Снижать Дозировку Дошла Это Одно То что Я ей Сказал Пошла К врачу Выписала Лицей На постоянное Дрожь Понимаете 25 лет Это слишком Много Все Уже Этот Бензодиазепиновый Транквилизатор Вошли В нормальный Метаболизм Вашего Организма Это Все равно Понимаете Что Сахар Сахар Должен быть Нормальный По старой Там 90 Между 80 И 100 Миллиграмм И вот Если он Будет Ниже Это Будет Ненормально Так вот У вас Концентрация Этого Фенозепама Так Условно Назовем его Определенно Вы прекратили Она падает Все Это Все равно Что Сахар Значит Упал Ниже Нормы И человек Сразу же Гипогликемия Он себя Плохо Чувствует Понимаете Это уже Это уже Глубокие Изменения Поэтому Значит И не пытайтесь Бросить И не пытайтесь Потому что Не получится Все равно Вернетесь Поверьте мне Поверьте мне А продолжайте Принимать Но самое главное Я желаю вам Чтобы Чтобы вам Могли До конца Вашей жизни Потому что Это до конца Жизни Это до конца Жизни С 25 Начали И уже 51 Понимаете До конца Жизни Чтобы была Возможность Принимать Эти Скажем так Препараты Почему Потому что Вы понимаете Можно конечно Попытаться Очень сложно Очень Это драматично Катастрофично Но это надо Вытерпеть А это сложно И вы не вытерпите Поверьте мне Потому что Если вы 25 лет Принимали И вы Значит Вы не могли Вытерпеть Того состояния Которое Значит Было у вас А Состояние Обстиненции Будет в миллион Раз тяжелее Чем то По поводу Которого Вы принимали Скажем так Как эти Бензодиазепиновый Транквилизатор Сочувствую Здравствуйте Подскажите Пожалуйста Как отличить Невротик От пограни Так пограничники И есть Невротик Понимаете Ну невротик Нету такого Уже Терминология Это старая Терминология Это старая Терминология Как отличить Невротик От пограничника Для Некомпетентного Для далекого От Психиатрии Человека Это и будет Невротик Невротик Будет и Депрессия Депро Невротик Будет и Шизофрения Все Для него Все будет Невротиком Это Это не то Значит Отличить Вы Лучше Поставили Вопрос Как мне Исключить Или подтвердить Наличие Эмоционально Нестабильного Расстройства Личности Пограничного Типа Вот это Правильный Бой Понимаете Вот и все Поэтому Все эти Это неправильная Постановка Вопрос Это Когнитивно Когнитивно Неправильно Поставлен Вопрос Есть Или нет Этого Борделяйна У вас Это врач Что поможет Решить Так Опять Выскочило Куда-то Так Людмила Седация Склонность Не Ну Это Минуточку Людмила Милая Моя Это все Синдром Это Обстиненция Это 25 лет Приема Вы понимаете Я все Не надо Это писать Там Можно Вы можете Еще Очень много Чего Это Не меняет Суть Дела Суть Дела Следующая Либо Вы сходите Но Это Невозможно Поверьте Мне Вы Сами Знаете Что Это Невозможно Для Вам Либо Вы Продолжаете Этот Прием Но Тут Проблема Такая Что Самое Главное Чтобы Вы Получали Рецепт На Этот Препарат Почему Потому Потому Что Там Уже Скажем Так Будет Поневоле Попытка Прекратить Если Этот Препарат Не Будут Вам Выписывать Это Ад Будет Вы Сами Понимаете Поэтому Не Нужны Эти Мелочи Там Все Что Угодно Может Быть Эпоксил Не Поможет Понимаете Не Поможет Не Поможет Если Вы Год Принимали Да Там Перетерпеть Ну Месяц А тут Вам Придется Терпеть От Нескольких Месяцев До Полугода Вот Вы Терпите Если Вы Терпите Пожалуйста Тогда Сойдете Но Я Очень И Очень Сомневаюсь Потому Что Тот Факт Что Вы 25 Лет Принимали Бездумно Этот Препарат Врачи Вам Выписывали И Не Спрашивали И Не Предупредили Вот Это Свидетельствует Для меня Я Понимите Я никого Поголовки Здесь Не Глажив Я Прямо Говорю Так Как Оно Есть Потому Что Это Не Психотерапия Это Не Поглаживание Поголовки Или Неналожение Бальзамической Повязки Это Широкое Хирургическое Вмешательство Понимаете Вот В чем Вся Проблема Вы Интеллигентная Женщина 25 Пять лет Принимали Препарат Который Вызывает Зависим А теперь Проблема Пожалуйста Конечно Надо Съесть Вопрос Заключается О том Сможете Ли Вы Терпеть Всю Эту Все Это Адское Состояние Эту Обстиненцию Которая Я Предупреждаю Не Будет Длиться Неделю И Не Будет Длиться Месяц А Будет Длиться Несколько Месяцев И я Уверен Что Даже Какой Месяц Что Несколько Дней И вы Опять Вернетесь На этот Возгновите Прием Бензодиазепина Вот Вот Все Вот Так Я Это Вижу Может Я Ошибаюсь Дай Бог Но Я Вам Сказал Как Я Вижу Эту Вашу Проблему Елена Здравствуйте У дочери 20 лет Барк Депрессия Ничего Не Хочет Долго Спит Принимает Квитиопин 200 И Ламатариджин Довели До 100 И Габапентин 600 Сначала Было Улучение На 50 75 Ламатариджина Сейчас Ну Нет Стабилизации Это Типично Для Бара Во Первых Надо Все Таки Значит Решить Является Листом Миллиграмм Ламатариджина Для Вашей Дочери Лечебной Дозой Вот Это Самое Главное То Что Вы Комбинируете Ламатариджин С Габапентином Это Неплохо Габапентин Это Тоже Нормотимик Это Тоже Но Все-таки Все-таки Ламатариджин Он Более Показан И Доказан Его Действие На Биполярную Депрессию Вот тут Вот вопрос Я же там Говорил Выше Значит Поскольку Не Помогая Значит Надо Проконтролировать Содержание Ламатариджина В сыворотке Крови Лечебный Диапазон Значит От 3 до 15 Миллиграмм Литр Все Если Концентрация Ламатариджина Будет Лежать В этом В пределах Этих От 3 до 15 Значит 100 Миллиграмм Это Лечебная Доза Все Повышать Не надо Если Будет Ниже 3 Значит Надо Повышать Чтобы Концентрация Ламатариджина В сыворотке Крови Лежала Между 3 И 15 Вот И Все Так А как 0,5 Это Чего Как Вам Схема Диана С ГТР И Социофобия Это Ж Вы 25 Лет Принимали Я Не Понимаю Причем Диагноз ГТР И Социофобия Кстати Это Ошибка Кто Лечил ГТР Бензодиазепинами Кто Когда Они Лечатся Значит СИОЗ Или Антидепрессантами И Социофобия Тоже Лечится СИОЗ Плюс Психотерапия Какая Схема Закращается До Пяти Пожалуйста Принимайте Да давно Надо было Вместо Бензодиазепином Надо было Назначить Пароксетин А Финлипсин Зачем А зачем Это Финлипсин Ну Пожалуйста Назначили Назначили Ну Вот Вот Для Лечения Социофобии Для Лечения ГТР ГТР Достаточно Был Эпоксила Доза Конечно Маловатая Для того Чтобы Он помог Вам Соскочить Соскочить Если вы Хотите Соскочить С С Бензодиазепином Наверное Эпоксил Должен Быть Выше Но Это Решает Ваш Лечащий Врач Максим Куликов Превращение Соскочения Так Ну Понятно Все Это Понятно Максим Куликов Редко И он Не оскорбляет Пусть Пишет Это Все Таки Стрим Психиатрический Тут Все Могут Вот Если Начинает Оскорблять Если Начинает Миша Если Начинает Ерунду Тогда Я Блокирую А так Максим Я понял Максима Куликова Я понял Так А то Что теплеет Под пледом И вовсе Мед Черепах Так Ладно Ай Максим Куликов Я Все Правильно Мне Не Кажется А Я Знаю Так Чугунный Микрософт Джордж Спасибо За Ответ Все Предельно Ясно Так Вот Максим Куликов Пошел Открывайте Открывайте Только Не забивайте Дайте Людям Высказаться Все Все Государств Да Либо Это Бред Изобретательство Либо Мания Черт Тебе Знает Правильно Нет Это Паранойя И я Сдвину Психиатрию С мертвой Точки Да Да Такие умы На протяжении Столетий Не могут Сдвинуть Максим Куликов Я желаю Вам Успеха Мой Рацион Почему Сейчас Меня просто Не тянет На конфеты Торты Я не потому Не ем Что Скажем Там Сладость А потому Что там Жир Торт Это 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 Бомба Понимаете Это Холестериновая Бомба Это Кошмар Жареных Жареных Я Использую И считаю Самое основное Напару Отварное Или Как говорят Немцы Шморен Шморен Знаете Вот сейчас Я вот Сегодня делал Должен был Консультировать Торопился Но Отказался Человек Значит Овощи Овощи Кастрюля Полная Овощей А водички Вот столечка На доночке И вот оно Значит На этом пар идет Вот Это не на пару Пароварка Это несколько Другой Я предпочитаю Вот это Делать Почему Самое здоровое Без жира Без ничего И так далее И так далее Так Максим Куликов Мне нужны Ваши дополнения К моей идее Мы сдвинем Психиатрию С мертвой Точки И о нас Весь мир Будет Помнить Да Максим Куликов Я даже Не знаю Что вам Подсказать Я бы хотел Чтобы Вы сдвинули И получили Нобелевскую Премию Так Скажите Джордж Верите ли Вы В Бога И не считаете Лишь Что психические Изобраневания К степенью Одержимости Являются Психические Ну Психические Может быть Чем Одержимость В дьявол А мне В Бога Ну Скажем так Я не верю Ни в ад Ни в рай Бог Бог Что Как живой Человек Как живое Существо Он не знает Навряд ли Ну понимаете Мы живем В наше время Вы понимаете Но Не знаю Не знаю Ну Считайте Что нет Одержимостью Чем Дьяволом Ерунда Так Я работал Инженером Но Тупому Начальнику Не понравилось Что я умнее Его И предложил Тратить Материалы Для стройки Зданий Более Рационально Я Я его Послал На три буквы И Уволился Да Максим Куликов А вы Не хотите Мне правда Нет Я не хочу И предлагать Вам Консультацию С размещением Понимаете Не хочу Почему Потому что Вы там Не дадите Размещение Это вот Разрешение Но Так Стронгман Какой наш Ваш Любимый Антидепрессант Для лечения Апатитов Бупропион Любимый Он единственный Бупропион Он единственный Это не любимый А единственный А вот ИСИОС ЭСИТАЛАПРАМ Так Максим Сейчас Работаю В Нью-Йорке В крупной Ресторанной Сети Начальником Курьеров А мой Бывший Начальник Херачит На стройке Как придурок Его Лечить Надо Да Максим Куликов Молодец Пусть Херачит Доктор А если Работа Стрессовая Можно ли Ситуациона Не более Двух Раз В неделю Принимать Фенозапам Постоять Ну сядете Ну подсядете Ну не так быстро Ну подсядете Ну фути Милая Работа Стрессовая Найдите Найдите Какое-то Хобби Чтобы уходить От этого Чтобы оно Успокаивало Вас Чтобы в удовольствие Было Все равно Что давайте Подсядем Два раза В неделю На алкоголь Он снимет Многие Так и делают Замер Бреце Бреце Максим Как вы Работаете Не Ну что вы Это Вопросы В Нью-Йорке Если пишите Название Таким Стронгман Бупропейон Бупропейон Вроде Самый Эффективный Вот видите Такой Эффективный При апатических Это правильно Стронгман Меня почему-то Сон клонит От бупропейона Думаю Бупропейон С небольшой Дозой Статистики Тогда я мог бы Вам ответить К сожалению Получается Так что Лишь небольшой Процент Возвращается И причем Возвращается Когда Когда Рецидив Возникает А То Кто Не обращается Я не знаю Почему Он не обращается Потому что Нет Рецидива Или потому что Он к другому То есть Нет Статистики Тут Очень Сложная Статистика Очень Сложно Стронгман Антидепрессивный Эффект Дает А то У нас В России Его нет Мертвая Страна Ну правильно Конечно Его нет Максим Куликов Вы же сказали Что вы В Нью-Йорке Работаете Так Ладно Александр Доктор Как вы Относитесь К Зипразидону Взял Докс Вы знаете Я его Не использую Ну Это Не Это Вот Не Скажем Нет Нужды Шизофрения Больных Шизофрения У меня Очень Мало А Как В качестве В качестве Скажем Препарата Используемого При биполярной Депрессии Он не используется А при мании Там Масса других То есть При маниакальном Состоянии Любой Антипсихотик Оказывает Антиманиакальный Эффект Почему Там Много Дофамина И это Переполнение Рецепторов Дофамином Вот А любой Антипсихотик Любой Он Снижает Он Гасит Удаляет Дофамин И все Максим Вообще Ничего Не так Потрясаем День Принимаю Пролом Значит Дело Не в этом Дело Не в этом Значит Стронгман Надо Наверное Все Таки Посмотреть Апатичная Или Это Депрессия Почему Она Может Быть Апатична Вот Кстати То Что Вам Не Помогает Бупропион Позволяет Мне Предположить И Посоветовать Вам Что Не Не Является Ли у Вас Биполярная Депрессия Это Кстати Я Использую Бупропион Там Где Он Есть Для Окончательной Точки Над Предположим Значит Меланхолическая Депрессия Это Тяжелая Депрессия Тяжелейшая Это Апатозаторможенного Типа Значит Вот Мне Приходится Решать Вопрос Это Монополярная Депрессия Или Биполярная Депрессия Так Вот Бупропион Для Меня Это Последняя Точка Это Последнее Доказательство Того Моно Или Биполярная Значит Если Помогает При Монополярной Депрессии Он должен Несомненно Помочь А если Он не Помогает Значит Это Депрессия Но не Монополярная А Биполярная А клиника Одна и та же То есть Доктор Вам Скорее всего Неправильно Поставил Диагноз Он правильно Описал Характер Этой Депрессии Он правильно Значит Пришел К заключению Что вам Нужен Что там Нехватка Бупропиона Но он Не разобрался В том Что это Не Монополярного Типа Депрессии А биполярная А при биполярной Депрессии Там вообще Антидепрессанты Вообще Не Помогают Вот так Ладно Александр Доктор Какой Неролептик Самый Сильный Сейчас Самый Сильный От апатии Депрессии Считается Латуда Да нет Ну что Значит Считает Понимаете У кого Как Нет Такого Нет Такого Вообще Если говорить Так Вот Как Аугментатор Антипсихотик Или при лечении Биполярной Депрессии Я больше Предпочитаю Или Уважаю Или люблю Получил Наибольшее Количество Положительного Результата От Аланзапина Все остальные Та же Латуда Скажем так Тот же Карипразин И так далее Кому Помогает Кому Нет Аланзапин Помогает Все таки В большем Проценте Случа Хороший И Кстати И хороший Скажем так Препарат И для лечения Мании И для лечения Психотических Расстройств И в том числе И Биполярной Депрессии Инулин Доктор Добрый вечер Были ли Конкретно В вашей Практике Случаи Когда человек Стал Зависимым От Транквилизатора Сплошь и Рядом Я Я вам Честно Скажу Я Транквилизаторы Не Назначаю Был Период 60-х Года До того Как я Понял Что это Такое Понимаете Соблазнительно Он же Помогает Но Когда я Видел Что Он Помогает А Ты его Прекращаешь И все Возвращается А самое Главное Появилось Я его Просто У меня Совет Чиста И я вам Скажу Я никого Не подсадил На Транквилизаторы Вот так Как раньше В 19 Веке В первой Скажем так Первом 20-летии 20-го Века Врачи Подсаживали На Морфи Очень Большой Грек Был Со стороны Врачей Это В наше Время В наше Время Подавляющее Большинство Больных Страдающих Зависимостью От Бензодиазепиновых Транквилиза Это Все Жертвы Врачебного Скажем так Непорядочности Безграмотности Или Безразличия Чем это Заканчивалось Заканчивается Зависимостью Чем дольше Человек Принимает Чем дольше Чем чаще Все Зависимость Потом Надо Сходить Если Это Короткий Промежуток Времени Ну там Скажем Ломка Да Обстиненция Ну может Месяц Продлиться А Вот если 25 30 лет А там Месяцами Месяцами И то И то Не знаю Почему Потому что Человек Не выдерживал Он не выдерживал Не выдерживал И возвращался И исчезал С моего Горизонта Так Да Фотис Спасибо Александр Доктор Что Что Можно Добавить К филоксину От апатии И тревоги С Антидепрессантом От Тревоги Эсцеталопрам Я часто Комбинирую Вот и все От апатии Я бы Вам Советовал От апатии Я бы Вам Советовал Бупропион С Эсцеталопрам Так А был ли У вас Такой Пациент Которого Вы лечили Сорок Пять Ну не Сорок Пятьдесят Но Двадцать Тридцать Лет Были Но Они Исчезают Я же Менял Я жил Значит Работал Все лет После института Вот те Пациенты Там тоже Были Пациенты Хотя Я был И общий Молодой Врач А там Большое Количество Было И душевных Расстрой Значит Я уехал Все Я их потерял В Запорожье Я работал Я уехал Я их потерял В Одессе Я работал Я уехал Я их потерял В Виртуальной Амбулатории Не все же Обращаются Повторно Много Много Повторно Обращаются Так что Вы понимаете Вот это Вот там Кто-то Задавал Вопрос Какая Статистика Вот В чем Вся Проблема Статистики Что Если Ты Имел Возможность Наблюдать Хотя Тысячу Пациентов С Самого Начала До Скажем Так В течение Там Десяти Двадцати Тридцати Лет Тогда Ты мог бы Сделать Какие-то Выводы К сожалению Так Не Получается Так Максим Каликов Меня Мать В семнадцать Лет Сдавала В психушку Там Глупые Врачи Вкалывали Мне Пятьсот Миллиграмм Галла Переду Пятьсот Миллиграмм Вы что И Аминозин С ума Сойти Это В наше Время Ставили Шар И Поставили На Учет Но Никакого Шара У меня Нет Я Здоровый Человек Слушайте Максим Куликов А вы Не В телеграме Не Друг ДЖ А это Не Вы Это Мы С вами Сегодня Договаривались Или Это Не Вы А потом Вы Сказали Я Не Готов Да Спасибо Вам Огромное За ответ И Понимание Меня Так Александр Романов Когда Вы Перечисляли Меню Вы Не Сказали О Грецком Орехе Ну так Ем Два Грецких Ореха В День Почему Я Перестал Я его Не Перестал Я его Не Перестал Максим Куликов Я Живу В России Дистанционно Управляю Курьерской Службой Ведонок Где В Нью-Йорке Веду Аналитику Прибыли Покупал Курсы По Аналитике Хотел Бы Очень Там Работать Но Из-за Санкций Не Могу Нью-Йорк Ерк В Нью-Йорк Переехать Так Ну Понятно Артем Мухаммеджанов Доктор Здравствуйте В чем Разница Когда Прекращаешь Транквилизатор Или Нормотимики Или Антипсихотики Во всех Случаах Эффект Кончается Ну Почему Во всех Это Говорит О том Что Транквилизатор 100% Во всех Случаах Потому Что Транквилизатор Это Универсальный Препарат Универсальный Понимаете И при Шизофрении Помогает И при Депрессии И при Страхах И при Психопатии При всем Все Значит Но он Не лечит Он Обладает Таким Универсальным Эффектом Все Значит Поэтому Естественно Ты его Прекратил Обязательно Все возвращается А Антипсихотики Или Антидепрессанты Возвращаются Значит При баре Да Часто Это бывает При баре При Биполярной Депрессии Почему Потому 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 Хроническое Заболевание Там Надо Постоянно Принимать И Нормотемики И Скажем Так И Антипсихотики Значит В каком Плане Ну В Поддерживающей Дозе Но Постоянно Потому Потому Что Прекратишь Все Возобновиться А Там В тех Случа Когда Это Монополярная Депрессия Или Психоз Там Какой-то Такой Значит Потом Ну Кажем Белая Горячка Вот Белая Горячка Это Такой Периодический Психоз Делирий Да Делирий Тремес Вот Когда Ты Значит Человек Находится В этом Ему Помогает Антипсихотик Он Вышел Из Делирия Тремес Все Ему Прекращает Прием Антипсихотика И Ему Не Становится Хуже Если Он Дальше Не И Не Попадает Понимаете Значит Там Вот Мои Личные Наблюдения Еще В самом Начале Моей Карьеры Когда Скажем Так Возникал У пьющих Людей Белая Горячка Вот Гриппом Переболел Все Белая Горячка Получил Травму Перелом В больнице Белая Горячка Холода Морозы Белая Горячка Жира По 40 Горячка Вот у нас Сегодня 32 Градуса Видите Все Опустил Чтобы Жар Три дня Будет Значит Белая Горячка То есть Белую Горячку Еще И Провоцирует Провоцирует Внешние Факторы Вот так Так вот Так вот Я опять Повторяю Если человек Вышел Из белой Горячки И прекратил Принимать Антипсихотик Ничего у него не возвращается Если он прекратил пить Так Александр Романов Вы согласны Что молодость Продлевает Немного Грецкий орех И льняное масло Как и здоровье Вы знаете Не знаю Я кстати Ем и грецкий орех И глоток Такой Каждое утро Льняного масла Но я не знаю Так это или не так Я знаю только одно Что и грецкий орех И льняное масло Точно Уменьшают содержание Холестерина Там этого ЛДЛ Холестерин И так далее Это я точно знаю Продлевает ли молодость Этого я не знаю Вы мемуары Не опубликовали Не публиковали Или вас художественное Изложение не сырует Только профессиональные Какие мемуары Нет Ну что вы Я очень плохо пишу Это не мое Так Никита Романов Доктор Я гей И не могу себя принять Считаешь ты Меня считают За больного И неполноценного Человека Как себя принять И не обращать Внимание На дураков Психотерапия Только найти Такого психотерапевта Который Понимаете Хорошо относится Который Который Непредвзято Относится Надо 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 Принять А почему Не надо Афишировать Но признать Себя Я такой И все И жить Так Как Как вам Надо жить А не Стараться Как это Сделать Я считаю Только с помощью Психотерапии Только Или Самому Провести Эту Ауто Психотерапию Так Опять Максим Куликов Мне пришлось Взятку 50 тысяч Главврачу Да Чтобы Мне сняли Диагноз Шар И сняли С учета Чтобы Меня Взяли Работы Я учился Сначала На инженера Но Не дали Работать Из-за Диагноза Ну Что-то Там Что это Заглавврач Его Его Посадить Надо Завзял Он же Коррумпант Потому Что Если Есть Так Снимать Нельзя А Если Нет И поставили Просто Так Так Тоже Некомпетент Стронгман Доктор На вашей практике Через какое время Можно оценивать Первые эффекты Антидероза 6-8 недель Вот если В течение 6-8 недель Человек На 80% Не выходит Из депрессии Это уже Подозрительно Это уже Повод Для размышления Причем Причем На максимальной Дозе Вот Там два Условия 6-8 недель Ну 10 Можно протянуть До 10 Это первое На максимальной Дозе Я уже не говорил Про Минимальную Среднюю Терапевтическую Вот На максимальную Тогда конечно Значит Антидепрессант Не действует И надо Разбираться Почему Почему Никита Романов Каков В вашей практике Процент Людей С нетрадиционной Ориентацией Вы знаете У меня Если и было Может быть Даже Меньше Десятка Может быть Не признаются Люди Не знаю А я же Не спрашиваю Что я буду Спрашивать Такие вещи Немного Немного Поэтому я не могу Статистики Вы понимаете Как влияет Значит Я знаю Только одно Что Конечно Нетрадиционная Сексуальная Ориентация Может Может Сказаться Негативно Но Почему Не потому Что Ориентация Как такова Сама По себе А вот Это условие Как смотрят На таких людей Человек должен Скрываться Вы знаете Иногда Даже родители Не понимают Детей Родители Отказываются От детей А что Вы же Говорите От общества Вот это Вот это Может Вызвать Понимаете Вот эти условия Что человек Должен Скрываться Что человек Должен Неправильное У него Отношение К себе Он считает Что он там Сумасшедший И так далее Понимаете Вот эти Экзогенные Факторы Экзогенные Не само Нетрадиционная Ориентация Сама Нетрадиционная Ориентация Если Значит В редкий случай Да А это Это сын Стукнул в дверь Так Значит Не само Нетрадиционная Так сказать Ориентация Выживает А вот Именно Вот эти Экзогенные Внешние Факторы Понимаете Родители Общество Не принимаете Раньше В тюрьму Сажали Нацисты Вообще В концлагеря Помещали Как Евреев Как Коммунистов Как Социал Демократов И Следующие Это Эти Вот Скажем Так Нетрадиционные Сексуальные Вот такие Категории Там Рома И так далее Так Тут Выход Один Да Значит Какой Особенности Да никакие Точно так же Лечится Почему Потому что И человек С нетрадиционной Сексуальной Ориентацией Может тоже Болеть Депрессией И баром И шизофренией И тревогой И чем угодно Тут вопрос Другой Это Генетически Обоснованно Или Это Особенность Традиционной Нетрадиционной Ориентации Вот Где Сложный Этот вопрос Но Для этого Нужна Статистика Большой Статистический Материал Как часто Люди С нетрадиционной Скажем так Сексуальной Ориентацией Страдают И чем Страдают И В каких Условиях Понимаете Там очень много Факторов Надо учить В каких Условиях Ну скажем В Германии В Германии Это все нормально Все Там никто Не угрожает Абсолютно Никто Ничто Не угрожает Такому человеку Пожалуй Все разрешено Брак Дети Адапто Адаптирование Не адапти А адаптация Детей И так далее Все это можно Свадьба А если в стране Например Мусульманской Там же И смертной Кразнию Наверное Значит Может угрожать Понимаете Сами понимаете Это тоже Влияет То есть Надо Учитывать Многофактор Многофактор Ну правильно Уезжать Эмигрировать Ну не знаю Будет ли еще Вы поймите Сейчас Вы что думаете Ведь Чем Люди С нет Традиционная Сексуальная Ориентация Отличается От гетеросексуальной Вот только Эти А все остальное То же самое И ревность И болезни Понимаете Гетеро То есть Гомосексуальные Браки Там все то же Что и в гетеросексуальной И измены И ревность И убийство На фоне На почве Ревности И так далее И так далее Это все те же люди Одинаково Поэтому Счастье Не знаю То есть Надо сказать Несчастье А проблемы Этих не будет Которую Данный человек Вот Романов Да Вот он Испытывает Там где он Сейчас живет А там у него Не будет Если он переедет В европейскую Посмотря Какую Европейскую Страну Это должна быть Высокоразвитая Это должна быть Высокогуманная Страна Голландия Например Да Австрия Германия Не знаю Как в Италии Это же католическое Как в Польше Не знаю Дания Норвегия Вот Вот такие Страны Соединенные Штаты Канада Вот чем дело Поэтому Счастье Это вопрос Такой Он не зависит От гетера Или Скажем так Гомосексуальности Да Максим Куликов Потом снялся С учета И работал Инженером Потом Отучился На финансовую аналитику Никита Романов Подозревает Аутизм Только на основании Что нет друзей И не помню Когда себя Хорошо чувствовал За 20 лет Это обоснован Вы знаете Я вам хочу сказать Я вам только что Сказал Гомосексуальный Человек Гетеросексуальный Они отличаются Только в этом Все остальное Значит У вас может быть И аутизм Может быть Только надо доказать Что это аутизм Понимаете То есть Одно другого Не мешает И одно Другого Не зависит То есть Аутизм Не в результате Гомосексуальности А в результате Другого Там Генетического Какого-то Поэтому Я не знаю Я не могу сказать Ну так Аутизм Вообще Не лечится И его Нечего лечить Там надо Просто жить Приспосабливаться Да Вообще-то Похоже Понимаете Вот то что Не может быть То есть Похоже Я неправильно Выразился Вот Понимаете Вот Что вы Не признаете Не принимаете Понимаете Вы не жалуетесь О том Понимаете Вы считаете Что Вот все Плохо к вам Относятся А не может быть Плохо к вам Относятся Потому что К аутистам Вообще плохо Относятся Их не понимают Простая публика Простой народ В своем большинстве Не понимает Что это аутист Считает его Гонорливым Заносчим И так далее И так далее Вот в чем дело Поэтому Вполне вероятно Может быть Вот мы говорим Почему вы там Скажем так Что нужна Психотерапия Если вы Аутист Так у вас проблемы Социальные Не из-за Гомосексуальности Поверьте мне А из-за аутизма Потому что вы Людей не понимаете А люди вас не понимают Вот и все Вот так То есть Это надо Конечно Продиагностировать Это плохо Понимаете Получается так И гомосексуализм Может вызвать Негативное отношение Со стороны Публики И аутизм Тоже вызывает Понимаете Вот и все Так Может быть Вы путаете Вы считаете Что Вот все знают Все видят Что я гомосексуалист Поэтому ко мне Так плохо Относят А на самом деле Плохо Относят Никто не знает Об этом И так далее И не догадывается Относятся С недопониманиями И с таким Потому что Они не понимают Что вы аутист Вот Тут надо Этот вопрос Решить И Естественно Если вы аутист Так хоть вы В Европу уедете Хоть В Соединенные Штаты Ничего не изменится Там будет то же самое Сейчас я ищу А вот Подозревают Только на основании Что нет друзей И не помню Когда себя Да нет Не хорошо чувствовал Они как раз Хорошо чувствуют себя Аутисты Они В социуме плохо В соприсоциальных контактах Мне 40 Ничего С лечения Не помогает Еще ставит ПРЛ Рекурент Не Ну Это уже Понимаете Это уже ужас И ПРЛ Значит Где имение А где наводнение И это Рекурентная депрессия И аутизм Надо диагностировать Диагностировать Здравствуйте Доктор Мирон Посоветовал Что-нибудь Про СРК Ну а что Про СРК СРК Психотерапия Обязательно Надо Плевать На это Все Ну и Этот вот СИОС СИОС Понимаете СРК Слишком Широко Понимается Понимаете Ведь наш СРК Синдром Раздраженного Наш Психиатрический Это по сути Дело Психосоматика Это по сути Дело Страх Это избегание Понимаете Вот человек Кажется Что ему Захочется На улице Вот и все И что он Обкакается Вот И все будут Смеяться Вот что такое А есть же СРК И в понимании Действительно Раздраженного Кишечника Когда Скажем так Возникает Это позыв И человек Не может Удержать Поэтому я Говорю О Синдроме Раздраженного Кишечника Как психосоматического Расстройства Там Психотерапия Психотерапия Понимаете Ходить Выходить Почему Потому что При психосоматическом СРК Там Никто Никогда Не укакивается Понимаете Да и кажется Кажется Что я Не удержу Понимаете Это же Кошмар Там доходит До кошмара А маршруты Смотрят Есть ли Общественные Туалеты Где можно Зайти Это катастрофа Это по сути Дело Фобия Вот СРК В качестве Душевного Расстройства Это фобия Это фобия Это избегание Это страх Того Что я Не удержу Что я Могу Значит Опозориться И так далее Я не отрицаю Что у меня есть Особенности В мышлении Но никакой Шизофрении Шара У меня нет Как мне Врач ПНД Врачи ПНД Говорили Ну не знаю Может быть Аутизм Если Особенность Не знаю Не знаю Так Никита Может быть Не гей А просто У вас Не складывается Отношение Да нет Он гей Он же понимает Что такое гей Понимаете Гей Гей возбуждается От вида Мужчины А девушка Ему По барабану По барабану Уважаемый доктор Не было ли у вас Опыта приема Психоактивного У меня Лично Да вы что Господи Помилуй Я кофе Даже не пью И чай Потому что Сердцебиение Было Так Мне они Говорили Что мне Не будешь Пить Нейролептики Станешь Слабоумный Но это Если Шизофрения Или шар Якобы у меня Сейчас психот И нужно Срочно Меня Принудительно Меня Закалывать Каждый месяц Меня Принудительно Забирали В дурку И закалывали Не знаю Ага А то что Я чуть не умер В реанимации Лежал От этой химии Которая хуже Наркоты Их не волнует Но сейчас Я снял Диагноз Получил Под ФСД Удостояние Живую Хорошую Жизнь Так Виталий Лечение Прошла Лечение Прошла Лиза Тормоз Это вы что Спрашиваете Пациентка Так Мне племянница Напомнила Какая Пациентка Тоже Есть Бредовая Идея Что следят Дома Люди На улице Наблюдают Заторможенность Периоды Началось С приходом Месячных Месячных Провоцируют Пубертат Провоцируют Но не понял Лечение Прошла Лиза Тормоз Это кому Вы обращаете Так В теории Можно заказать Весь Голландский Сыр В Россию И здесь Перепродавать В трехкратной Выгоды Да Марат Ахмедуллин Да Марат Здравствуйте Здравствуйте Дорогой Это Марат Я знаю Я узнал Вопросов У меня К вам нет Все что Можно Обсудить По лечению Мы обсудили И даже Более Просто раз Вас Хотел Сказать Да Марат Понимаете Там тоже У вас Проблема С этими С этими Колоссальнейшими Дозами Понимаете Не знаю Сон Сон Вы же жаловались Сон 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 Вы самый лучший Человек на свете Я вас очень люблю Спасибо Так Максим Куликов Так хорошо у вас на стриме Вы умный доктор И люди в чате Очень интересные Чувствия себя Здесь своим А кто-то просил вас Зашперить Нет Таких как вы Я не шперю Ну что ребята Все Уже Уже время Уже время Людей нет Вот А мне надо Супруге сказать Она должна И что-то Она не идет Уже таблетки Я боюсь Чтобы она не упала Будем заканчивать Спасибо До следующего раза До свидания